Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы смотрим на что же действительно способен тот самый лютый игровой топ от компании ZTE, а именно ZTE Nubia Red Magic 5s. Аппарат оснастил 144 герцовой матрицей с сенсором на 240 герц, триггерами на внушительные 320 герц, а также на борту устанавливается 865 дракон с какой-то специфической оптимизацией, которая позволяет набирать рекордные для этого камня баллы в синтетических тестах. По сути на уровне 865 дракона со знаком плюс. Также смартфон обладает уникальной активной системой охлаждения и плюс ко всему еще и специальная теплоотводная пластина с серебряным покрытием. В общем смартфон можно смело считать и настоящим игровым топом, но вот как он себя проявит на деле сейчас мы с вами и узнаем. Ну а если данное видео наберет 2000 лайков, я сделаю эпичную битву с Asus ROG Phone 3, VVICU Neo3 5G, новым Black Shark и ZTE Nubia Red Magic 5G, которая по сути его близнец, но может быть разница между ними все-таки есть. Так что ребят, навались, не стесняемся, прожимаем лайчинские и пишем одобряющие комментарии. Все-таки интересно узнать, кто же действительно получит звание лучшего игрового смартфона 2020 года. Ну а начинаем наши тесты по классике с девятого асфальта, где наш герой, как и все его остальные коллеги, упираются в лог FPS, установленный самими разработчиками. Зато делает это максимально достойно, демонстрируя плавный геймплей, приятную картинку и отсутствие даже намека на просадки. Ну а для того, чтобы найти лучшую цену на этот аппарат в местных интернет-магазинах, мы отправляемся на Е-каталог. Тут мы всегда можем получить список актуальных цен буквально из любого интернет-магазина, так еще и с легкостью сможем их отсортировать и выбрать максимально вкусный вариант. Так что если вы предпочитаете экономить не только деньги, но и время, Е-каталог это то, что доктор прописал. Также тут можно с легкостью мониторить динамику изменения цен, чтобы не нарваться на липовые скидки нерадивых продавцов и попутно отсортировать нужный вариант устройства по цвету, характеристикам и многим другим параметрам. Тут же можно закинуть нужный товар в корзину, чтобы не забыть купить его на распродаже или в любой момент прочитать отзывы реальных покупателей, что действительно может быть крайне полезно. Ссылочки с лучшими ценами на смартфоны из ролика на Е-каталоге вы найдете в описании под этим видео. Ну и наконец-то вся мощь 144 Гц в действии. Я бы рассказал 145, так счетчик постоянно норовит улететь куда-то дальше. Да, Real Racing 3 конечно игра не первой свежести, но в 144 Гц она играется совершенно по-другому. Плавность просто космическая. Да и CarX Drift Racing 2 не мог кинуть нашего героя на лопатки, хотя все же пытался с небольшими просадками до 92 фпс, но без счетчика этого никак не заметить. А вот CSR 2 как всегда подкинула небольшую ложку дегтя, упершись в свои собственные лимиты. Старый, но не бесполезный Dead Trigger 2 наоборот открылся в новом свете с тотальным упором в 144 Гц. Игралось сверх комфортно, реально совершенно другие ощущения. ДБД, Last Island of Survival, Bright Memory, Pascal Wedger и Battle Prime, к сожалению, но радовать нас высокой герцовкой и новыми ощущениями от игры отказались. Но тут все вопросы к разработчикам. Благо таких жадных дфпс игр становится все меньше и меньше. Но тут же прошу заметить, что игралось в каждый тайтл максимально комфортно, без фризов, статтеров и прочей мишуры. Одним словом, стабильность в действии. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот Shadowgun на ультрах дал таки слабину и смог раскачаться в среднем до 84-85 фпс. И как по мне, учитывая требовательности данной игры, это весьма неплохой показатель. Да и ниже 64 фпс смартфон не провалился, а значит игралось в более чем комфортно и без перегревов. Но вот Warface негодяй снова напомнил нам, что не все разрабы готовы идти в ногу со временем. Хотя графон все же в игры завозить умеет. А так бы хотелось увидеть под сотню кадров в данной игре. Тем более смартфон с этой задачей уж точно бы справился. Как справляется в Modern Combat Versus, Standoff 2 и Critical Ops. Жаль только у последних есть встроенный лимит в 120 кадров. А так уж точно был бы очередной упор в 144 кадра. Отзывчивость молниеносная. Для скилловых пацанов думаю такая герцовка уж точно была бы отличным подспорьем. Продолжение следует... Ну а Free Fire колда ничем выдающимся похвастаться не смогли. Но зато обеспечили максимально приятный комфортный геймплей для 60 кадров в секунду. Надеюсь разлочка не за горами. Но повторюсь игралось отлично. В PUBG 90 кадров доступны только при низких настройках графики. Что заставляет нашего героя чуть ли не отключать встроенный кулер. Так он спокойно выдает 90 кадров даже после двух часов потных каток. Просадок нет от слова совсем. Как собственно и намек на нагрев. Смартфон просто чилит. Да и на ультрах с непонятным локом от разработчиков 40 кадров тоже. Выглядит это все как будто медведя пытаются сдержать в картонной коробке. Ну а в доказательство выставляем все настройки на ультра. Ставим Full HD Plus разрешение. Ставим 90 FPS через стороннюю программку. И вуаля смартфон даже ничего не почувствовал. Еще около двух часов на топ ультра настройках давал нам под 90 FPS. Тоже особо не напрягаясь. То есть все локи от разработчиков тут выглядят забавно. Забавно. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а Fortnite как всегда своя атмосфера. С редкими просадками, лаглями, микрофризами на любых настройках графики. Ну я не удивлен. Такое поведение абсолютно на всех смартфонах, что я тестировал. Субтитры сделал DimaTorzok А вот ВРК все отлично. Ну по меркам ВРК да, 30 FPS, но зато стабильно. Ну а Мортал порадовал нас заветными 140, 144 кадрами в битвах и небольшими просадками до 122 фаталити. Но это норма для Мортала. А вот EPS 2020, Mobile Legends, Lineage и Black Desert снова уперлись в свои лимиты. Хотя Lineage как всегда дала прикурить топовому чипу от Qualcomm с просадками до 40 FPS, но тоже без особо критичных замечаний. Так что в любой из этих игр тут можно поиграть даже не заморачиваясь. Субтитры сделал DimaTorzok Genshin Ultra, конечно, по щекотал нервишки, но обычно все бывает куда хуже. Но все же микрофризы иногда проскакивали. Да и скачки FPS уже отражаются на геймплее, хоть и не критично. Тут мой совет о спуститься просто к высоким. GTA как всегда крушит и чипы от компании Qualcomm. Тут FPS уже гуляет посильнее, так что местами можно почувствовать просадки и недостаток отзывчивости геймплея. Ну, после перехода с 144 Гц уж точно. Тут беда скорее всего с оптимизацией 865 дракона. Так на всех смартфонах с ним наблюдается идентичное поведение. Ну и конечно же World of Tanks на ультрах. И снова самый настоящий кайф и максимально плавный геймплей. Хотя местами на сложных картах и при замесах проскакивают просадки, которые, благо без счетчика на глаз совсем незаметны. Так что можно сказать, что играть в танки при средней частоте даже в 111 FPS одно удовольствие на любом виде техники. Да уж, дорогие друзья, очередной скучнейший игротест подошел к концу. От этого монстра ждать и чего-то другого, конечно, не стоило. Ну и прям гладко идеальным результаты не получились. Хотя для игр Nubi Red Magic 5s это одно из лучших решений даже с большим запасом на будущее. Активный охлад тут зарекомендовал себе как реально годное и нужное решение. Про нагрев и троттлинг как таковой тут можно забыть. Но вот примочки и серебряная пластина для внешнего охлада это дело такое. Как по мне, покупка внешнего койлера будет разве что переплатой. Так внутренне справляется на пятерку с плюсом. И как мне показалось, Nubi Red Magic 5s шустрее Nubi Red Magic 5G. Я могу ошибаться, но FPS в некоторых играх тут действительно выше и стабильнее. Так что возможно с камушком тут химичили не зря. В общем, думаю сравнительный обзор с предшественником надо делать в обязательном порядке. Так что как всегда, надеюсь на вашу поддержку. Ну и про ROG Phone 3 забывать не будем. Ребят, большущая к вам просьба. Если хотите, чтобы я и дальше мог делать подобные тесты, пожалуйста, прокликайте по ссылке на приложение GameBench. Ссылка будет в описании под этим роликом. Это действительно очень важно. На этом всё. Всем спасибо за лайки, подписки и колокольчики. Ну и конечно же до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!